Депутаты из комитета по здравоохранению побывали в Шарыповском районе. Они посетили несколько медицинских учреждений. Почему в одну из больниц народным избранникам приходилось буквально за руку водить пациентов по кабинетам и требовать врачей принять людей? Смотрите в главной теме выпуска. Это Шарыповская городская больница. Руководство медучреждений рассказывает депутатам законодательного собрания, как слаженно здесь организована работа. В регистраторе шесть окон, запись к врачу ведется по телефону. В целом на реализацию программы доступности амбулаторно-поликлинической помощи на два года предусмотрено почти 23 миллиона рублей. Зарплату медицинских сестер увеличили до 17 тысяч рублей, врачей до 30. Жалоб от пациентов нет, но, как выяснилось, гладко все на словах. На деле картина получилась совсем другой. К несчастью для руководства больницы, пенсионерка, инвалид третьей группы Надежда Михайловна увидела в толпе чиновников депутата Марину Добровольскую. Вот девушки объясните, которые вторые сутки, которые сегодня не приняли, уже принять завтра. Вот объясните, видите сюда, вот объясните человеку, который сегодня, вчера с шести утра, сегодня просидела бедусь. Нет, я с шести не была, но вчера народу было много, сегодня много народу. Вы сказали, что вчера пришли люди в шесть утра. Да, занимают. Вот сегодня в восемь часов люди пришли, они не прошли, они остались. Вот это и есть вопросы, как-то объяснить, вы говорите? Когда работали до пяти часов, конечно, люди не прошли бы. А так только до часа. Ну послушайте человека, пожалуйста, потом объясните, послушайте. Я сейчас оглянула здесь, вот вчера в восемнадцать я бы так посчитала. Все, опять я сегодня пришла в девять часов. И вы сегодня, у вас не была липись, да? А сегодня в девять я пришла, конечно. А ну лишь в восемь часов они не прошли, уши еще разошлись. В шести утра она, можно прийти, стоять здесь два часа, умирать? Вот ей можно со своей ногой, завтра ее обещали принять. Она придет завтра опять. А записи? А почему? Вот, 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 вот. На сегодняшний день мы дали запись предварительную. За счет введения записи уменьшилось доступно. На каждое исследование дается определенное количество времени. Так ведь, есть определенный порядок оказания. Любой медицинской помощи, в том числе и медиологической, есть определенный порядок. С временем на одно исследование. При введении талона количество принимаемых больных в одну смену уменьшается. При введении предварительной записи. Вы сейчас говорите такую ерунду для меня, как для потребителей услуги. Когда я получила свой талон, приятный через три дня. Я приду в восемь двадцать утра и буду знать, что мне не надо завтра приходить. Сегодня приходить, вчера приходить. Я пришла, зная, что вот мое время. Пусть у вас уменьшается количество. Люди, которые сегодня разошлись, вы извините, если вы разговариваете, если мне вообще не о чем. На сегодняшний день. Я вам свой телефон оставлю, позвоните мне, если вас не примут. Примут вас завтра. Пользуясь случаем, пациенты в больнице пожаловались и на расположение кабинета. Вот травматология, хирургия на втором этаже. С костылями люди, с ногами. А лифт нечего? А лифт нету, нечего. И почему бы не приехать? Я бы приходила, почему вот кабинет на низу находится, у врачей-то, начальника. А это все мы ползем, ползем, ползем. Типовой проект мы не можем сегодня открыть. Дело в том, что есть специфика в хирургическом, отвечали. Есть специфика хирургического травматологического кабинета. Это совмещенные кабинеты. Один кабинет, вторая перевязочная. На первом этаже таких кабинетов у нас нет. Типовой проект мы можем сделать, у главного врача здесь приемная, и кабинет вот так. А главный врач приедет там, где на пятый этаж. Так нельзя сделать по-человечески. Типовой проект, которым извинения мы не можем. Согласно официальным документам, укомплектованность штата Шарыповской городской больницы участковыми врачами составила 89%, медсестрами 100%. Мнение пациентов о доступности медицинской помощи неоднозначное. Я недоволен качеством услуг, и вот у меня по медкомиссии вопросы такие есть. Вот я прохожу очередную медкомиссию. Мне на производстве написали вот 5-6 врачей пройти. Здесь меня заставляют 25 врачей пройти за свои деньги. Это стоит 2,5 тысячи. Предприятие мне не оплатит, потому что предприятию нужно 5 врачей. И вот так вот я прохожу по несколько раз в год. Вот этих врачей, которые не нужны абсолютно мне. Это вымогательство денег у населения называется. Я доволен. Если бы я за счет врачей только и живу. И больница, это мой второй дом. Депутаты краевого парламента помимо Шарыповской городской больницы посмотрели работу еще нескольких медучреждений в этом районе. Это больница в селе Березовском. Здание было отремонтировано 3 года назад. На все про все ушло почти 10 миллионов рублей. Зарплату персоналу платят своевременно. Размерами скромного по городским меркам жалования люди довольны. Боклады увеличились. То есть медсестры у нас очень хорошо получают. На среднем фельдшера. Ну, 1015 в месяц у медицинской сестры выходит. Единственная проблема в Березовской больнице на сегодняшний день – это кадры. Средний, младший персонал куплен на 100%. Единственное, что у нас три врача. Стоматолог работает по совместительству. Вот единственное, стоматолог был. Но все опирается в жилоплощадь. Это тоже вопрос не ко мне. В поселке Дубинино своя проблема лечебное учреждение. Раньше было общежитием. В 80-е годы деревянное здание обложили кирпичом. Подремонтировали и отдали под больницу. Узкие коридоры, маленькие кабинеты. Об удобстве и речи нет. А это фельдшерско-акушерский пункт в деревне Родники. Здесь врачи сетуют на нехватку оборудования. С оборудованием нам бы, да, передвижной маммограф. С женщинами ездят у нас в Шариповскую городскую больницу, проходят. Ну, там, знаете, как бы и очередь, и там проблемно. И проблемно это все. Хотелось бы, чтобы все было это на месте. Приехала женщина, все бы пришли, и бы все на месте это сделали. Проблемы модернизации здравоохранения депутаты ЗАГС Собрания, представители администрации, района и руководства больниц обсуждали на совместном совещании в Шарипово. Мы договорились, что на этапе формирования бюджета следующего года и какого-то еще периода мы постараемся быть участниками программ тех краевых, которые для этой территории нужны. Ну, и в то же время объяснились по тем стратегическим направлениям, которым занимаемся сегодня мы, которыми занимается правительство Красноярского края, и хотели бы, чтобы этим активно занимались главы на местах и те люди, которые занимаются здравоохранением. Мы обсуждали схему управления здравоохранением края, обсуждали кадры проблемы, обсуждали программу модернизации и другие составляющие. На 29 сентября депутаты из комитета по здравоохранению запланировали аналогичную командировку уже в Минусинский район.